Привет, просветители! Сегодня у нас с вами достаточно необычный ролик, хотя в прошлый раз была вставка с СМР, так что... Потому что в рамках одного видео я попытаюсь ответить сразу же на несколько ваших самых популярных вопросов об образовании. И получится это сделать не потому, что я обладаю каким-то просто невероятным запасом мудрости, хотя, конечно, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, а потому, что буквально за одну неделю на нас обрушился целый поток событий, просто идеально иллюстрирующих состояние российского образования. Когда речь заходит о проблемах в этой сфере, чаще всего вспоминают о недостаточной квалификации педагогических работников, буллинге. Сегодня сам президент нам глаза на эту проблему откроет, зарплатах преподавателей, неадекватном поведении некоторых учеников. Угадайте, какое средство исправит эту проблему? Сейчас подскажу. Начинается на П, а заканчивается на атриотизм. Инклюзии и не совсем адекватных родителях. И вот на все эти темы мы с вами сегодня и поговорим, сразу же после небольшой рекламы. По данным HeadHunter, более половины выпускников вузов работает не по специальности. Главные причины отказа от профессии – низкие зарплаты, неясные карьерные перспективы и непривлекательные условия труда. И отлично осознавая все это, все больше и больше людей отдают предпочтение онлайн-курсам и получают знания на практике. Если вы давно мечтали об удаленной работе и высоком доходе, вам однозначно стоит присмотреться к курсу «Полное погружение в маркетинг» от Q-Marketing Academy. Почему именно маркетолог? Это одна из самых популярных профессий на российском рынке. На одном только HeadHunter более 10 тысяч вакансий, а средняя зарплата составляет от 80 тысяч рублей. На курсе от Q-Marketing Academy вас ждут 6 месяцев обучения и более 70 уроков теории практики. Q-Marketing Academy – это официальный партнер Facebook в России. Там вы научитесь разрабатывать стратегии продвижения, настраивать и анализировать рекламные кампании, привлекать и удерживать клиентов. Вы будете учиться на реальных проектах агентства Q-Marketing с такими крупными компаниями, как Озон, Тиньков, Киви, Кухня на районе. Если возникнут проблемы, преподаватели будут на связи 24 на 7, ведь в программу входят индивидуальные консультации. Доступ к материалам курса и его обновлениям остается навсегда. А если вам не понравится обучение в течение первых двух недель, вы защищены гарантией возврата денег. Важно отметить, что вас не бросят, а пройдут вместе первые шаги в профессии. Карьерный центр поможет вам в трудоустройстве. Тут и подготовка к собеседованию, и первоклассное резюме. Этот курс прошли более 3,5 тысяч студентов, 60% из которых нашли работу уже во время обучения и окупили вложенные средства. Этот курс подойдет как тем, кто только начинает путь в профессии, так и опытным маркетологам и предпринимателям. Переходите по ссылке в описании и получайте скидку 34% от полной стоимости обучения по промокоду ОСТАПов. Только пару недель назад я освещал предложение, не уверен, что это подходящее слово, учителям мониторить соцсети школьников, как буквально на дня глава государства. В общем, вот новость. На прошлой неделе, кстати, я уже делился мыслями по этому поводу в своем инстаграме. Там реакции появляются раньше. Если интересно, подписывайтесь. Владимир Путин связал буллинг в школах с соцсетями и западными ценностями. Нет, кибербуллинг, конечно, существует. Такое понятие, как западные ценности, тоже многим известно. Только трактуют все его по-разному. Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум, в какую-то западную культуру, хотя это к культуре не имеет никакого отношения. Это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные, навязанные, кстати говоря, очень часто и соцсетями. Как же хорошо, что в моем детстве, в лихие 90-е, никакого буллинга, как и соцсетей. Господи, как я только выжил. И в помине не было. Все дружили, вместе учились, трудились. Ну а если кто-то кому-то не нравился, что ж, бывало и такое, не буду отрицать. Устраивали самую обычную травлю, в том числе со встречами за гаражами. Но никого не булили. Ни единого человечка. Молодцы какие. А уж про советских школьников и говорить не приходится, соцсетей нет. Западная культура, если и проникает, то в год по чайной ложке. Приблизительно, как в наше время, повышение зарплаты в ответ на инфляцию. Соответственно, никто ни про какой буллинг и не знал. Буллинга, как и секса, не было. Советские ученики просто устраивали бойкот. Хотя, конечно, нужно чучело перечитать. Вдруг и там получатся ростки западной культуры найти. И шутки шутками, но нужно понимать. У нас есть одно замечательное министерство, которое каждое подобное высказывание президента тут же берет на вооружение. Министерство просвещения. Мой личный фаворит. Так что через пару недель мониторинг соцсетей вполне может стать реальностью не только для некоторых российских школ. Вот лично я даже не сомневаюсь, что слежка за соцсетями поможет решить проблему буллинга. Интересно, а можно школу иностранным агентом признать? А интернет? Так много вопросов. Так мало ответов. Возможно, меня сейчас закидают помидорами учителя. Главное, в елки не попадите. Но я разделяю мнение, что в школах, да и в вузах сейчас достаточно мало хороших специалистов. Но я-то ушел. Сразу же хочется обратиться со словами благодарности к нескольким министерствам и особо отличившимся политикам. Я не буду вставлять слова Медведева. Я не буду вставлять слова Медведева. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. И если вы студент обычного вуза в провинции и все еще не понимаете, а почему у нас хороших преподавателей так мало? Или, к примеру, родитель пятиклассника, и задаете тот же самый вопрос, вот вам информация для размышления. У меня был отдельный ролик на эту тему, но там не было настолько яркого примера. К тому же там были просто общие цифры, а здесь жизнь конкретного человека. Знакомьтесь, это Александр Мамкин, преподаватель сельскохозяйственного техникума в городе Суджа, Курской области. А вот его зарплата за октябрь. Добавим еще вот буквально парочку штрихов. Александр – кандидат педагогических наук. Человек с научной степенью получает 14 тысяч рублей. Еще вопросы есть? Меня достаточно часто обвиняют в неуважительном отношении к продавцам в пятерочке, когда я сравниваю зарплату педагогов и работников магазина. Если что, я знаю, что жизнь последних не сахар. Но когда кандидат наук получает меньше, чем продавец в супермаркете, простите, это ненормально. Ну, на мой взгляд. А еще у Александра за спиной целый ворох побед на профессиональных конкурсах. Вот он, тот самый педагог, о котором мечтают родители, и постоянно говорят наши чиновники. И диссертации, и победы в конкурсах, и инновации. И зарплата 14 тысяч. А еще обвинение в экстремизме. Комба. За прошлый месяц моя зарплата составила 17 тысяч рублей. На руки получил 14 тысяч 600. В принципе, это неплохо. Это все-таки на 433 рубля выше уровня нищеты. Напомню, что в ООН определили чертой предельной нищеты ситуацию, когда человек в России живет на 5,5 долларов в день. У меня ситуация лучше. Я должен прожить на 6,3 доллара. Неплохо, правда? Кандидат наук получает на 61 рубль больше нищего. Объявил Александр. И вот Александр решил провести эксперимент. Попытаться прожить на свою зарплату без использования приусадебного участка. Вот это я понимаю челленджи. Учитель пытается не умереть с голоду. А вы и дальше зефирки в рот запихивайте. Кандидат. И что вы думаете произошло? Буквально на следующий день прилетело обвинение в экстремизме. На странице педагога нашли нацистскую символику. Таких статей у меня десятки. Потому что я являюсь системным антифашистом. Однако оперативники обнаружили у меня на стене на странице во Вконтакте фотографии, прикрепленные к публикации. Они взяли эти фотографии без связи со статьей. Было начато разбирательство. Естественно, по времени все совпало исключительно случайно. Вчера рассказываю о том, как кандидаты наук пытаются не протянуть ноги с голодухи, а уже сегодня обвиняют в реабилитации нацизма. Люди, конечно, прифигели о такой активности наших служителей правопорядка. И, как мне кажется, в первую очередь благодаря огласке в СМИ обвинения были сняты. А зарплата в 14 тысяч осталась. Он уверен, что его эксперимент с выживанием на 14 тысяч рублей в месяц опасен для чиновников тем, что он показал, что на зарплату учителя невозможно выжить. И именно поэтому власти так возмутились и реагируют агрессивно. Вместо решения проблемы местные чиновники, как поясняет Александр Мамкин, советуют ему больше работать. Не, ну а хороший совет. Себе его посоветуй. Не, ну а что хороших учителей так мало? Если Александру огласка помогла, хотя, как помогла, по факту все осталось, как и было, то героине следующей трешанины борьба за справедливость вышла боком. И почему я не удивлен? Не многие из нас знают, но на самом деле недостаточно просто запихнуть ребенка с особенностями в обычный класс, нацепить лыбу и заявить. У нас инклюзия! В зависимости от диагноза, от количества таких учеников, должна меняться наполняемость класса, появляться сопровождающие педагоги. Да, знаю, несу какой-то бред. В Санкт-Петербурге уволили педагога, которая рассказала в Инстаграме о праве на тьютер для детей с РАС. Вот это я понимаю решение проблемы. Аж гордость в душе поднимается. Теперь главное понять, как бы ее опустить. Ирина Астафьева, работавшая в коррекционной школе номер 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, провела у себя в Инстаграме эфир с автором проекта «Выход в норму» Валерия Горобец. В классе Ирины было 9 учеников с нарушением поведения, социального взаимодействия и коммуникации. Диагноз РАС стоял всего у двух школьников. А это значит, что необходим один тьютер. И вот буквально на следующий день был неприятный разговор, который мне популярно объяснили, что я работаю не на той стороне. А мне казалось, что мы все на стороне детей. Оказывается, в школе моя излишняя активность неудобна. Опущу все те неприятные слова, которые я услышала в свой адрес. В результате меня настойчиво просили уволиться. Я написала заявление. Я сделала все, что могла в данной ситуации для детей и их родителей. Ну что, за купальники? Увольняли. За одиночные пикеты? Увольняли. Теперь вот за просветительскую деятельность с родителями? Увольняют. Зато в классе никаких проблем теперь не будет. А это же так работает. Когда я рассказываю в своих роликах о каких-то неадекватных ситуациях, связанных с родителями школьников, достаточно часто в комментариях люди пишут что-нибудь из серии. Таких родителей не бывает. В своем инстаграме я уже рассказывал о недавнем случае, который доказывает, что бывает. Вот и здесь сейчас поделюсь. В Чебоксарах коммунальщики закрасили граффити по мотивам Гарри Поттера, нарисованные на трансформаторной будке. Изображение не понравилось живущим рядом родителям, которые пожаловались на изображение местным властям, заявив, что картинки пугают детей. Это надо как-то комментировать? Очевидно, что девочка просто в ужасе. Как вы думаете, подобные обеспокоенные мамаши и папаши будут адекватно себя с учителями вести? Нормально реагировать на замечания, оценки? Да, конечно. А почему бы и нет? В этой ситуации радует только то, что теперь-то детишек ничего не пугает. Зато мне жить все страшнее становится. Девиантное поведение учеников – огромная проблема современной школы. Порой достаточно одного такого ребенка, чтобы для целого класса образовательный процесс, по факту, закончился. В прошлом году я рассказывал вам про сахалинского Васю, из-за поведения которого целый класс ушел на домашнее обучение. И вот, наконец, мы услышали какие-то официальные речи на эту тему. Сейчас перед нами, как перед министерством, в рамках проекта «Патриотическое воспитание» поставлена задача создания единого, межведомственного подхода в вопросах профилактики девиантного поведения детей и подростков. В рамках проекта «Патриотическое воспитание» – окей. А я-то думал, что речь будет идти о психологах, психиатрах. Софья Доринская вошла в чат. В социальных службах. Но, возможно, все это предполагается в патриотическом воспитании. Кто нам мешает думать о хорошем? Более того, Лариса Павловна отметила, выступая в общественной палате, что ведомство проводит массовое повышение квалификации педагогов, а еще проводит для учителей конкурсы и конференции. А, ну, конечно, конкурсы-то тут очень помогут. У нас вон уже один лауреат на лауреатил на 14 тысяч. Как педагогические конкурсы помогут ребенку, которому по факту нужна профессиональная психиатрическая помощь? Главное в Инстаграме родителям про этого самого психиатра не рассказывать, а то и школы попросят. Что должен делать учитель, когда ребенок наркоманов и алкоголиков транслирует поведение родителей в классе? Хотя у нас тут в Оренбургской области учителей попросили обходить семьи мигрантов. Знаете, с какой целью? Объяснить взрослым людям правила поведения в России. Учителя должны обходить дома и беседовать с родителями о нормах поведения в нашей стране. Пожалуй, на этом я и закончу сегодня. А то боюсь не сдержаться. Если вы хотите поддержать меня, то обязательно поставьте этому ролику лайк. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарии. Большое спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.